Зачем омега-3 жирные кислоты нужны детям более старшего возраста? Каким проблемам во взрослом возрасте может приводить недостаток омега-3 в детстве? И почему недостаток, внимание и плохое поведение не всегда являются педагогической проблемой? Это экспертное мнение, с вами Дарья Кинш. Давайте разбираться. Ешь морковку, будешь хорошо видеть. Так говорят родители, когда пытаются найти аргумент для своего капризного малыша. Но одной моркови, конечно же, недостаточно. Данные доказательной медицины свидетельствуют о том, что при приеме докозагексоеновой омега-3 в поле ненасыщенной жирной кислоты отмечается значительное увеличение остроты зрения у детей. Это необходимо учитывать и в последующем, особенно с началом школьного обучения и резким возрастанием зрительных нагрузок. Органы зрения – это лишь часть центральной нервной системы, Достаточное количество именно докозагексоеновой кислоты необходимо для обеспечения роста и развития головного мозга ребенка, поскольку омега-3 входит в состав и обеспечивает качественную работу мембран нервных клеток, что в свою очередь обеспечивает хорошую память, процессы мышления, адекватные эмоции и многое другое. Омега-3 кислоты также необходимы для укрепления иммунитета и профилактики частых простудных заболеваний, что не менее важно, особенно для детей, начинающих посещать детские коллективы. Но поскольку они еще и регулируют липидный обмен, их достаточное количество позволяет избежать нарушений жирового обмена и является профилактикой ожирения в детском возрасте, а также заболеваний, связанных с ним – артериальной гипертензии, сахарного диабета второго типа и атеросклероза. Эти заболевания значительно помолодели за последнее время. Кроме вышеназванных, ожирение в молодом возрасте является одной из основных причин бесплодия, что также является одной из актуальных проблем современной медицины. Масса исследований последних лет посвящена влиянию омега-3 не только на обучаемость, но и на поведение детей. Учеными Пенсильванского и Сингапурского университетов было проведено серьезное исследование, доказавшее, что добавление омега-3 в питание детей всего лишь в течение трех месяцев существенно снижает агрессию детей и приводит к более адекватному и спокойному поведению, а также улучшает когнитивные функции. Это вполне объяснимо, если вспомнить физиологическую роль омега-3 в организме, а также то, что при современном питании существенно нарушен баланс между омега-3 и омега-6 жирными кислотами. По этой причине у большинства детей отмечается как относительный, так и абсолютный дефицит омега-3. Чем младше ребенок, тем меньше должно быть соотношение омега-6 и омега-3. 5 к 1, а еще лучше 3 к 1. Поэтому профилактические дозы омега-3 для детей такие же, как для взрослых, а иногда даже выше. Ведь организм ребенка продолжает расти, и строительного материала требуется больше, чем взрослому. При строительстве мембранд клеток в растущем организме необходимо сразу же соблюдать баланс омега-3 и омега-6, ведь от этого зависит работа клеток и организма в целом. Этот вопрос мы уже разбирали в одном из наших предыдущих роликов. И чем больше недостаток омега-3 у детей, тем выше риск развития проблем со здоровьем, и тем раньше они могут начаться. Это было «Экспертное мнение», и сегодня мы разобрались в том, какие положительные эффекты оказывает адекватное поступление омега-3 в растущий детский организм, и от каких опасностей в будущем это оберегает. Удачи и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok